Здравствуйте, это Кавхагири Форд Сегодня у нас, как сказали, самый жаркий день в году Решил перед работой после обеденной Снять небольшое видео про то, что мы делаем Какое у нас состояние хозяйства Как у нас происходит работа Ну, первое Сейчас вот этот последоильный зал, площадка У нас сделана как карантин Для коровки Гири Форда С ее теленком Она отелилась, теленок очень маленький Скорее всего, связано с тем, что Вплоть до отела ее сосала Ее предыдущая дочка Сейчас эта телочка очень маленькая В итоге отелилась И более того, корова ее плохо принимает И бьется, когда та хочет сосать и так далее То есть из-за этого нам пришлось их отделить в карантин Чтобы они попривыкали друг к другу Ну, карантин сделали здесь У нас особо вариантов нет Потому что она рвет любые изгороди Даже здесь пришлось поставить Вон щиты Вон там и тут щит А то она ломает все на свете Телята у нас молочные По-прежнему в теплице Им там хорошо Некоторые выбегают Это вот теленок Мы его уже определили гирефордом На поле Там, где гирефорды На пастбище Ну, вот он выходит из-за изгороди И вот так вот Пасется на линии кормления У молочных коров, дойных Сейчас у нас отелилась Из дойных коров Уже 12 вроде 12 нетелей отелилась Остальные пока еще нетели Сейчас уже Собираем в день Более 200 литров молока Дойку проводим в доильном зале Скорее всего На ближайших видео покажем Мы уже запустили молокопровод Как должен быть Работают автосъемы Это мы покажем в ближайшее время Ну, сейчас Уже, конечно, пришло время Повторно окучивать картошку Немножко опаздываем С этим делом Но я думаю Мы Нагодим Сегодня-завтра окучим Вот как она у нас растет Получается два через один То есть два рядка С пропуском делали Для того, чтобы можно было Проще окучивать Ну и колесами не задевать Потому что у нас нету Пропашных колес Вот так вот оно Получается Уже открыли Одну первую сосиску Сенажа Которую первую заготавливали Открыли Кормим Молочным Дойным коровам Потому что не всегда Есть Сенаж Ну, есть форму Хорошего качества Вот есть Прошлогодний сенаж Но он Относительно Качества, конечно Его неплохо смешивает С хорошим сенажом Но Сейчас, как видите Трактора на Кормораздатчик У нас нету И реально Нечего Нету трактора Который бы смог Работать сейчас Кормораздатчиком Все занято на уборке За этого Раздаем корма руками Хотел еще Поделиться С одной Одной вещью У нас недавно Ломался 82-й трактор В итоге У него Оказалось Полетела Корзина сцепления Сейчас покажу Как это выглядит Вот Использовали Такую вот Предпособу Для раскатки Ну вот Во-первых Там Стоял керамический диск Сцепление Он Ну так Хорошо Выработан Вот здесь Вот Здесь люфт Получилось так Ну и главное Что вот От корзины Откололся Получается Заклепки Поцеплялись И отделился Вот этот вот Привод ВОМа Получается Из-за этого Не работает Не работал Ни ВОМ Не работал Ни гидронасос Ничего Соответственно Гидравлика Ну лопатки Съела Немножко Ну эти Лапки Лапки Вот Ну так Вообще Как бы Может быть У нас есть Вторая такая корзина Можно было собрать Одну из двух Но вряд ли Она зато будет Была бы не отбалансирована Ну пришлось Купить новую корзину По сборе Ладно Ничего Такого Сложного Раскатали Скатали Но В это время У нас была проблема Нам надо было Чем-то Сгребать сено Ну и Вынужденность Привела к тому Что Мы приспособили К этому Наш Китайский Трактор Черри По номиналу По номиналу Грабли ГВР-6 Требует Трактор Около 40 лошадиных сил 40-46 Но Сразу скажу Замечательно Работают Получается И с трактором 25 лошадей Черри Все Все шикарно Работает Единственная проблема Что выбора Передач Не так много То есть Повышенный диапазон Работаю на второй Или первой Первая Очень медленная Вторая Так Ну на грани Достаточно сильно Быстрая Иногда даже Сильно быстро Если поле Неровное Сложно на ней Работать Ну вот Вторая Первая Передача Ну в основном На второй Получается Ездишь И Сгребает Хорошо Пришлось Немножко Переделать На весное Поставить Кардан От косилки В итоге Сейчас Каждый раз Каждый раз Каждый раз Когда косим Снимаем Отсюда Кардан Просто Грабли И косилка Вместе Одновременно Обычно Не нужны То есть Там может быть Прессы И грабли Могут быть Одновременно Вот прессы Косилка Вряд ли То есть Грабли И косилка Вряд ли Поэтому Кардан С косилки Можно взять Родной Кардан Не получался Потому что Он короче Банально Он Не достает Плюс Тут На граблях 6 шлицов На китайце То есть На граблях 8 шлицов На китайце 6 шлицов То есть Это в принципе Обычно Импортные 6-8 Кардан То есть Для любой Импортной техники Под МТЗ Все карданы 6-8 Потому что На Сама техника Обычно 6-ти шлицевая А МТЗ 8-ми шлицевой А тут Наоборот У нас Техника 8-ми шлицевая А трактор 6 Потому что Импортные Так у нас Импортных тракторов Больше нет Ну вот Вот что В принципе Хотел сказать Что маленький Трактор А делает Большое дело Получается Он хорошо Помещается Между двух Волков Созданных Косилкой Беркут Захвата 3,2 метра И Получается Тянет за собой Агрегат Который Имеет Ширину 6 метров Ширина Захвата Достаточная Для Сбора Двух Волков От этой Косилки Как минимум Сенаж Также Я собирал Волки Для сена Тоже Разбросанные Волки Ну Конечно Сено Собирать Сложнее Немного Но Получается Уже Заготовили Около Более 200-та Рулонов Сена Вот В бурту Ждем Ближайшего Дождя Соответственно Уже Подготовили Пленку Которая Рядом С ней Лежит Только Будет Какой-то Наметки На дождь Сразу Все Накроется Нельзя Складывать В бурт Такого Рода Сена Во-первых Без подстилки Соломенной Снизу Что обязательно И второе Если не собираетесь Накрыть его Пленкой До ближайшего Дождя Обязательно Надо быть готовым Накрыть пленкой Иначе Уже лучше Пусть они лежат Отдельно На полях Если не собираетесь Накрывать Ну или Что Если хотите Чуть Потратить Хотя бы Время Сложите их На подстилку Из соломы Сложите их Торец к торцу В длинную сосиску Вот как примерно У нас лежит Сенаж Ну можно И не обматывать Соответственно Пленкой Если хотите Можете обмотать Но Пленки В таком варианте Потребуется много Очень Потому что Сено Может легко Протыкать Пленку Из-за этого Пленки Надо делать Много слоев Дальше Вот сено Которое мы убирали Сено Скошено Очень Правильную фазу Роста Из-за этого Оно имеет Такой хороший Зеленый оттенок Что не Что он не может Нас не радовать Вот Сейчас быкам Его кормим Потому что Быков не успели Еще сделать Электроизгородь Увеличить Пастбище Там у них Уже все съеденное Приходится Подкармливать На линии кормления Вот Просто нету Времени До конца Переделать Контур Электроизгороди Еще пошла В последнее время Такая проблема У нас Вся водоснабжение Устроено Через Колодец И так вот Из-за промывки Молокопроводов Сейчас много Тратится воды На это На всю Промывку Из-за этого Как видите Идет мутная вода Из колодца Почему это Ну нам сказали Колодильщики Которые их строят Люди Которые этим занимаются Говорят что Так как большое потребление Стоп воды маленький И он не закрывает Жилу Которая Соответственно Дает воду И эта жила Идет под большим напором Соответственно Вымывая глину Из Окружающей земли И получается Вода с глиной Вот Ну вот что мы и наблюдаем В итоге вода с глиной В том числе Конечно не хорошо Но приходится И молокопроводы Промывать такой водой Но она Периодически лучше Периодически хуже становится То есть Как наберется уровень Но сейчас Скорее всего Будем решать этот вопрос Или Будем копать еще колодец Или еще Будем копать Эту скважину Или может быть Будем соединять Нашу скважину Которая у дома Которая питает Наш дом Соединять ее С общей линией Хозяйственного Хозяйственного Водоснабжения Ну что это такое Вот Там вдалеке На уже достаточно Оскудевшем пастбище Пасутся Гирефорды Три галштинки Несколько Айрширских бычков Вот здесь Вот у нас Наша заготовка Сена Этого года В каждом слое 10 рулонов Получается Где-то 19 20 слоев Вести рулон Сейчас Городили их Изгородили Соответственно Чтоб кирефорды Их гербанили Каждый раз Когда приезжаю сюда Ставлю прицеп Где-то здесь Они конечно Периодически Его обступают Полностью Начинают кушать рулоны До того Как я их сложил туда Ну В принципе Если их отогнать Они потом еще долго Не приходят Пастбище Пастбище уже Загубное Как я говорил Поэтому Вот Насчет Слоя салон Под Сеном Я так скажу Экономить его нельзя То есть Надо Слои делать Хороший Вот Какой он здесь Сейчас Вот можете Посмотреть Вот такой слой Соломы Ну Наверное На каждые Три слоя Один тюк соломы Я так считаю Три слоя Тюк соломы Три слоя Тюк соломы Благо Солома у нас Осталась Прошлого года Если есть Какие-то Мокрые Участки В соломе Особенно Если она Снизу взята Лучше Ее кинуть Как можно Дальше Чтобы она Успела Просохнуть Вот Вот Так Откласть Пока На сухое Соответственно Когда дойдешь До края Она уже высохнет Вот 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 у нас сено Первые рулоны Вот Имеют Так Скухожились у нас По-видимому Они немножко Греются Все-таки Первую партию Папа рулонил Было уже Ближе к вечеру Могла выпасть Роса Или что-то такое Некоторые Первые рулоны Греются Ну Ничего Особо С этим Сделать нельзя Разламывать их И заново Сушить И заново Рулонить Очень большим Геморроем Решили так и оставить Ну что-то будет Там Пресневелое Посмотрим В массе Сено хорошее Так Скажу То есть Оно Хоть и зеленое Но оно сухое Зеленоватый оттенок Это значит Осталось Много каротина В нем Это Хороший Питательный Даже сейчас Наши коровы Которые имеют Хороший доступ К подбищу Они все равно Пропочитают Такое вот сено Ну вот Сейчас еду За новой партией Синожа Который папа Сейчас рулонит Там на Ближайших полях Наших Да Сделали вот такую Вот сцепку Два прицепа Вот этим прицепом Еще стоит заняться Конечно Надо бы По хорошему Убрать средние борта Убрать цилиндры С середины Соединить Кузова Открыть борта Полностью Сделать какие-то Подпорки Под борта Чтобы Короче Увеличить Ширину Плоскости Прицепа Чуть-чуть Увеличить За счет убирания Центральных Вот этих вот Бортов Чуть-чуть Увеличить Длину Соответственно Возможно Тут даже будет Возить По три Слоя рулонов То есть Ну Раз Два Три Соответственно Мещаться Будет намного Больше Если для сена Или соломы Для сенажа Так много Рулонов Возить нельзя Просто Не Не потянет Банально Может сесть Сломаться Короче Колеса Вот Сделали Так как у нас Вот это прицепное Не имеет Ни пружинки Плюс Его прицепляет Достаточно геморройно К трактору Решили прицепить Его к прицепу А уже Дышло Этого прицепа Прицеплять К трактору Вот такую вот Сборку Достаточно Геморройно Возить по полям Ну Ну Во-первых 12-й трактор С этим легко Справляется Как можете увидеть 12-й трактор Достаточно легко Правда Вот Но все равно Есть проблемы По проезду Между Всякими там Деревьями Там Заворотами Надо брать Очень большой Радиус поворота Потому что Такой тандем Это Достаточно Большая Вещь 9-й трактор Получается Это больше Чем Шаланда 15 метров 14 Ладно Я еду Потом покажу Что на поле Творить Ну вот Я приехал На поле По пути Сразу схватил Уже первый рулон Который готов Покажу Как масса Это выглядит В рулоне Луны уже Греются Немного Ну Это нормально Сейчас Очень жаркий день Поле было нами Обработано Посеяно В прошлом году Один раз Мы Здесь косили Урожай сена В прошлом году Сейчас Козим Урожай сеножа С одной части Поля Дальше Не трогали Потому что Хотим все таки Оставить это Для пастбища Коровам Вот какая Масса у нас тут Конечно Уже пылит Немножко Поздновато Мы Рулоним Наверное Надо было Не обедать Вот Внизу Есть еще Мокрая Конечно Но по сути Как видите Очень много Клевера Белого И Злаковых Папа Прессует С трактором 1025 И Пресс-подборщиком Класс Роланд 250 РС Видно Что-то Забилось У него Там Ладно Покажу Как Как выглядит Трава Трава Надо будет Наверное Прочищать Ротору Папа Надобилась Трава Вот как Поле Выглядит Его мы Собираем Уже В последнюю Очередь Тут Клевер Успел Зацвести И По-хорошему Собрать В период Ботанизации Но Мы Так как В основном Это поле Клевера Именно Злаковое Клевер Тут только Для Азотации То есть Это клевер Белый Ползучий Вот Из-за этого Мы Больше Смотрим Что мы Уже Пропустили Некоторые Фазы По Злаковым Вот Ежа Уже Цветет Например Тройграсс Ну Как раз Вот Его Как раз Таким И Надо Делать Ну Короче В принципе Поле Выросло Хорошо За счет Вот этого Клевера Снизу Находящегося Во-первых Мы получаем Азотацию Почвы Ну И Дополнительно Так как У нас Сейчас Сухие Дни Уже В ближайшие Недели Две Не было Нормальных Дождей Мы Получаем Какую-то Некую Некую Такую Ну Уже Такую Постель Над Поверхностью Земли Что Позволяет Сохранить Влагу Вот Плюс Пользоваться Вот этими Ночными Перепадами Какая-то Роса Остается Там То есть В итоге Корни Получают Дополнительную Влагу Таким Вот Образом За За Этого На этом Поле Массы Больше Чем На Тех Полях Где Клевера Нету А чисто Злаковые Но Клевер Мы Пытались Посеять Везде Но Где-то Он В этом Году Пошел Где-то Пойдет В будущих Годах Потому Что Сейчас Был Угнетен Посевом Века Овса Прошлого Года То есть В дальнейшем Скорее Всего Он Пойдет Если Семена Клевера Упали На землю Их Еще Надо Умудриться Вывести Отсюда Так что Клевер Достаточно Такая Культура Которая Приживается Ладно Буду Помогать Отцу До свидания Ну Только Что К Нами Был Решена Проблема С Забитой Забитым Ротором Пришлось Немного Крутить Ротор В обратку Вон там Вот Находится Вал Который С помощью Специального Рычага Который Есть Там Внутри Трага Пресса Можно Крутить В обратку Ну Короче Немножко Попарились Короче Устранили Засор Папа Поехал Прессовать Дальше Но Он Папа Говорит Что Конечно Это Связано С 10-м Трактором 10-25 У нас Уже Скорее Всего Или Чуть-чуть Потертые Диски Вома Включение Вома Или Его Надо Поднастроить Чтобы Он Был Помощнее Просто На 12-м Тракторе Короче Такого Не Случалось Вом На 12-м Тракторе Помощнее Будет Вот Но Сейчас 12-й Трактор Работает С Куном И Было Более Рационально Поставить Именно 10-й Трактор На Пресс Короче Вот Так Начинаю Погрузку Рулонов На Прицепы Здравствуйте Ну что Показываю Обмотку Проведенных С поля Рулонов Рулонов Как это делаю Лично я Кто-то Может быть С этим Не согласен Но мы Ждем В принципе Комментариев То Почему Как Мы Чем Можем Быть Неправы Рулоны Получились Не самые Тяжелые Это По ощущению На Килограмм Около 500 Вряд ли Больше Беру Два Рулона Прицепа Внизу Крулона Обмотчиков Расставляю Их Пошире Ставлю По одному На Обмотчик Аккуратненько Там Нажимается Нажимается К концу Лечок Который Заставляет Срабатывать Система Обмотки И Система Подавания Ну Или Передвижения Самого Аппарата Теперь Выставляю Для второго Рулона И Жду Пока Он Обмотает Первый Рулоны Получились Полегче Потому Что Ну Как Сегодня Просто Самый Жаркий День В Году Поэтому Даже То Что Мы Этот Сенаж Косили Вчера Вечером Уже После Захода Солнца И Далее Сегодня После Дойки Соответственно Я его Заграбил Соответственно Потом После Ну А потом Уже К вечеру Сейчас Где-то Около Пяти Вечера Мы Начали Его Обматывать Ну Прессовать И обматывать Соответственно После Обеда В принципе Начали Вообще Говорят Часа Три Четыре Сегодня Обед Поздний Рулоны Вытер Рулон Щекотается Упал Ну и хай Ну так вот В принципе Этот сенаж Достаточно сухой Но Видно даже Пересушили Немного Ну беды в этом Особой нету Будем только следить За пленкой По длине Сосиски Пройдемся Потом Вдруг Где Какие палочки Проткнули Пленку С собой У меня всегда Несколько Бобин Скотча И обычным Скотчем Я это все Залепляю Только Единственное Что Непомерно Его трачу То есть Очень много Скотча Трачу Короче Ну там Каждую дырочку Можно залеплять Там Ну раз Слоев 5-10 Ну как Кому приятно Ну короче Жалеть скотч Не требуется Потому что Влага Из рулона Изнутри Потом Начинает Проходить Встык Клея Соответственно Кленки Скотча И при этом Скотч Начинает Укрепляться Желательно Просто Чтобы Сама лапка Вот этой Скотча Была побольше Она будет Большой То Очень мало Шансов Что она Отлепится В принципе Я получается Жду Недолго То есть Обмотка Идет Очень быстро Скорость Обмотки Честно говоря Ограничена Не Вот этим Механизмом Который На их месте Конечно Сделал бы Их Побыстрее Потому что Обмотку Можно Зафигачить Так Быстро Как Только Хочешь То есть Там Стоит Клапан Полупропускающий И он Позволяет Практически На любую Скорость Обмотки Настроить То есть Там Можно И 20 Рулонов Делать 20 Обмоток В каждом Месяце Мы делаем 6 Обмоток Это Уже Много В принципе Но Это Далеко Не Предел Но Быстрее Сделать 6 Обмоток Чем Сейчас Делается Невозможно И в принципе Все зависит Только от Цилиндров Подачи Я не знаю Почему Они так Медленно Идут Может Быть Стоило Сделать Их Диаметр Поменьше Чтобы Соответственно Они Быстрее Двигались Чем Меньше Диаметр Цилиндра Получается Он Быстрее Двигается Но Меньше Мощность Мощность Там Как бы Особо Не нужна Я бы Сказал Что Если Он Будет Тереться Об Землю Там Ну Вот Это Все Колесики Его Передние Ролики Если Будет Тереться Об Землю И так Никакого Хорошего Обмота Не Будет Происходить Потому Что Будет Он Продвигаться С Задержкой Все Будет Плохо Так Что Я думаю Мощности На Подачу Вперед Никакой Не Нужно Такой Большой Прям Но Скорости Добавить Было Неплохо Сейчас Наверное Выйду Покажу Вам Обмотчик Как Он Работает Какие Может быть Мы Заметили Неполадки В Его Работе Вот Он Закончил Срабатывает Планка И Она Выключает Обороты Вот Эта Штука Регулирует Соответственно Скорость Работы Именно Обмотчика Как Я Проверяю Количество Оборотов Пленкой Я Ставлю Рулон Быстро Бегу Сюда Вот Как Сейчас И Слежу Соответственно Беру Любую Точку На рулоне Например Вот Эту Стараюсь Не отпускать Глаза От нее Соответственно Она У меня Передвигается По Кадру А Пленка Обматывается И считаю Сколько раз Мимо меня Пройдет Вот эта Вот Хрень Или Вон Там То есть Пока Я не выйду Из зоны Обмотки Грубо говоря Вот Слежу 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 Сейчас У меня Настроено Так Что Было Где-то 5,9 Где-то Обмотов Ну Там Плюс Минус То есть Короче Делаю Где-то 6 6 оборотов Пленкой Проблемные Места Ну Какие Первое Проблемное Место Очень Серьезное Но Какие-то Надо делать Какое-то Оповещение О заканчивании Рулона Пленки Потому что Честно говоря Бывает Такое Против солнца Там Работа И так далее Бывает Незаметно Что пленка Закончилась А Ну и Получается 1,2,3,4 Рулона Не обмотанных В ряду А тебе Как бы Выставиться Назад Ну просто Нереально То есть Выставиться Назад По Этому Этим Обмотчикам Почти Практически Нереально На 2,3 рулона Можно еще Сдвинуться Немного Там Прицепившись К дышлу Но А так Вообще Это Нереальная Задача Короче говоря Какое-то Оповещение Конечно О заканчивании Пленки Надо бы сделать Ну или Или какой-то Счетчик Обмотов Чтобы сказать Сколько Соответственно Километров Прошло Или там Метров Не знаю Ну Короче Такая вот Проблема У нас была Дальше Следующая проблема Регулировка Направления Колес Конечно Я уже сам Задумываюсь Чтобы сделать Какое-то Механическое Ну Софтварное Какое-то Решение С помощью Сонара Чтобы Эта Сосиска Соответственно Делаешь Первую Сосиску Как угодно Понятно Выставляя Направление Колес То влево То вправо Стараясь Держаться Какого-то Ориентира А дальше С помощью Сонара Который Будет мерить Расстояние До ближайшей Сосиски Чтобы он Сам Подавал Сигнал На выравнивание Новой Сосиски Относительно Предыдущей То есть У моделей Типа Андерсон Там и так далее Других Таких Скоростных Обмотчиков Импортного Производства Есть такие Решения Ну Можно даже В принципе Банальную Какую-то Просто Тягу Которая Будет Роликом Дотрагиваться До Предыдущей Сосиски Но это Так Это Конечно Плохо Сонар Самое Лучшее Решение В этом План Будет Вот Ну Какие Тут Недостатки Могут Быть Ну Я Даже Не Представляю Ну А Ну Еще Плюс Конечно Желательно Чтобы Был Привод Колес Здесь Кстати Есть Вот Такое Вот Такое Угрышение Видите Шестеренка То есть Наверное Эта шестеренка Сейчас Используется Как Стопор Это Ручной Тормоз Но Я так Предполагаю Что ее Использовать Как Ее можно Использовать Как Приводная Шестеренка Для Ну С использованием Например Гидромотора Двух гидромоторов С двух сторон Ну Или Можно Там Не знаю Редукторного Стартера Какого-то Там На электротяге Ну Короче Варианты Наверное Есть Но Короче Привод Чтобы он Был Приводной Сам Ездил Конечно Полезно Было А то Вот так Всегда Подцепляться Отцепляться Вот У нас Например Получилось Так Что в центре Вот этой Вот Долинки Полоски У нас Остались Рулоны Синожа Не обмотанного Индивидуально Так вот Чтобы их Не перетаскивать Мне приходилось Сначала Обматывать Вон там Вот сосиску Потом Потом Проезжать Вокруг Вот Так Становиться Здесь Начинать Новую Сосиску И так Далее Честно Геморрой Еще тот А объезжать Проезжать Ну Это Все Понимаете Это Если Подцепляться То Это Очень Сложно Все И Особенно Еще Проблема Задний Ход На нем Практически Невозможно То есть Это Грубо говоря Трактор Прицеп На котором Нельзя фиксировать Дышло То есть Передние колеса Нельзя Зафиксировать То есть Они Всегда Крутятся Потому Что Я Не Могу Добраться Своей Навеской На 82 Трактора Добраться До Вот Этого Места То есть У меня Я Не 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 Ну Это Честно Говоря Еще Тот Геморрой Вот Так Вот А Когда Выставляешься Вот Так Вот Задом Приходится Двигаться Немало Ну Ладно У нас Идут 4 часа Для Обмотки Скорее Всего Уже Они Прошли Надо Обматывать Всем Всего Хорошего До Свидания Продолжение следует